всем добрый день еще один онбоксинг здесь собралась компания из топовых кубов 2х2 gogon, vipo и xia соответственно в коробочке должна быть двушка на этот раз будет обгана GAN 249 v2m магнитная версия это GAN выпустили первую версию она была без магнитов хотя анонсировалась с магнитами тоже например продаж с магнитами я не видел и покупать не стал только из-за отсутствия магнитов решил подождать магнитной версии но и так и не случилось зато вскоре выпустили версию вторую уже сразу с магнитиками видим здесь новогодняя упаковка что весьма забавно хотя новый год уже давно прошел я почему-то сказал что она должна быть больше что есть то есть рассмотрим иероглифы олени логотип GAN непонятные символы откроем здесь уже все попроще черную упаковочку которая почему-то не хочет а что в комплекте в комплекте у нас ключик упаковка очень хитрая вот так она открывается ну забавно оригинально хотя возможно не очень удобно так здесь есть инструкция на удивление очень маленькая на этот раз компания GAN поскупилась на большую портянку и сам куб по внешнему виду наверное похож на GAN ROBEX с пластинками да очень похожие пластинки магниты чувствуются то есть мы видим внутри неокрашенный пластик праймари премиум кому как нравится на которой приделаны здесь пластиночки очень тонкие кстати очень качественно закреплены и традиционные гановские гаечки вместо винтов ну соответственно ключик как раз для того чтобы эти гайки регулировать в комплекте дополнительно гаек не было так вот этот звук мне уже не нравится но я бы не назвал это кручение божественным крутится достаточно тихо магниты чувствуется но не критично полный так приятненько пластик такой немного матовый не знаю хорошо или это плохо вот если взять сечу бюджетных кубов от Moffando Kitchen и так далее хотя нет что-то Warrior V четверка пятерка вот этой серии там мне не очень нравится матовый пластик здесь он конечно получше если я не ошибаюсь магниты в этом кубике просто приклеены мы сейчас наверно не увидим разбирать наверно пока не стану прикреплю картинки со строением так внутреннее строение у нас похоже наверное на Vuxia да хотя не сильно кубик достаточно расслаблен уголки режутся и флипаются что самое интересное флипаются с усилием но флип происходит если мы возьмем Vuxia там это в принципе невозможно Vipo надо сильно постараться Google One флипаются но с большим усилием где же это усилие меньше мне кажется это также зависит от степени затяжки Vipo не сказал бы что он превосходит в чем-то кубы конкуренты то есть из этих трех кубов не магнитный только Vipo которыми я очень долго собирал потом одновременно у меня появились Google One и Vuxia магнитной версии предпочтение я дал именно Google One ну возможно ради интереса об этом пособирать может быть возьму наблюдающие соревнования может и нет ну с собой точно возьму буду ли собирать посмотрим в начале был какой-то звук как бывает с кем магнит отклеились наверное все таки мне придется его разобрать посмотреть так ли это хотя компания GAN должна быть аккуратна с этими вещами давайте еще одну корочку так кручение достаточно приятное уж точно как коллекционная вещь этот куб подойдет но пока что не превосходит конкурентов но опять же судить по кубам исключительно из коробки не самое разумное дело будет покрутить минимум тысячу дворок чтобы составить какое-то манение пока ничего плохого сказать не могу вполне приятная головоломка ну наверное нет смысла брать уже двушки подобные типы без магнитов если только вы не любите именно не магнитных кубров 2х2 по мне так с магнитами они приятнее на этом сегодня все всем спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok